Традиционно наша программа начинается с официальных сообщений. 18 октября в административном здании состоялось совещание глав администрации Сергея Посадского района. По первому вопросу о земле выступил председатель комитета по земельной реформе Игорь Кондрашов. Исходя из опыта работы, во избежание неточностей накладок и жалоб, он дал пояснение к законам и ценные указания, касающиеся аренды, землеотводных дел, согласования границ земельных участков. Вторая часть совещания была посвящена вопросам подготовки и проведения выборов 17 декабря. В этот же день, 18 октября, глава Сергея Посадского района Василий Дмитриевич Гончаров встретился с представителями здравоохранения, народного образования и аграриями. А 19 октября он встретился с руководителями и представителями предприятий города и района. На встречах Василий Дмитриевич Гончаров доложил о финансовой ситуации, сложившейся за 9 месяцев в районе, назвав ее «кризисной». В настоящее время 60% бюджетных денег уходит на содержание жилого фонда и коммунальные расходы. Большие задолженности у района, например, по газу – 49 миллиардов рублей. Говоря о социально-экономической обстановке в районе, Василий Дмитриевич отметил, что еще ни разу не была задержана заработная плата работникам бюджетной сферы. На встречах присутствовал генеральный директор МОЗ «Автотранса» Николай Михайлович Солодняков, который является членом комиссии по подготовке к зиме администрации Московской области. Встречи проректовала предвыборная кампания. 19 октября состоялась встреча и с представителями зарубежья. Заместитель главы администрации Александр Викторович Долуцов принял делегацию Китая. Министр иностранных дел Китая и руководители министерства, осуществляя программу «Визита в Россию», 19 октября посетили Сергеев Посад. Встречу провел заместитель главы администрации Виктор Долуцов. Рассказал о современном положении Сергеева Посада в связи с последними реформами в стране, о структуре городского управления и о доходах городской казны. Китайские гости посетили храмы, ризницу и духовную академию Троица Сергеевой Лавры. Официальная часть программы закончена. Теперь проблемы. Злополучный дом номер 13 по улице Дружбы. Жильцы дома номер 13 по улице Дружбы находятся в состоянии отчаяния. Причем очень удивляет тот факт, что хотят они не манна небесной, а просто нормальных условий проживания. Этот дом принадлежит акционерному обществу «Стройинком» начальник Владимир Шабанов. Более года в нем нет горячей воды. Плиты электрические, и люди греют воду на них. Вроде бы, кажется, нашли выход из сложной ситуации. Так нет же, электричество регулярно отключают. Свет отключается периодически. А что такое свет, если в нашем доме электрические плиты? Мы, в общем, оставимся без еды, без тепла и без света. Если не включать обогреватели, зимой у нас бывает в квартире 8 градусов. В основном все обогреваются за счет обогревателей, которые дополнительно ставят обогрев. И когда включается все это, то по всей вероятности, ввиду большого разбора электроэнергии, тут же вырубается свет везде. Как говорят, что они, в общем, строили дом, не рассчитали кабель. Дома управления постоянно требует оплату за квартиру, за свет, за горячую воду. Вот у меня, например, грудной ребенок. Представьте, сколько в день мне нужно горячей воды, даже для того, чтобы постирать. Я вот как утром ставлю ведро воды на плиту, так она у меня везде не выключается. Две комфорки я уже поменяла за свой счет. Хотя, вот я знаю, в тысячниках дом управления меняет эти комфорки, потому что у них там тоже электроплиты. Свет у них есть постоянно. Горячую воду нам уже год все обещают, обещают. В доме холод, я уже с грудным ребенком лежала в больнице, потому что мы получили бронхит. У нас в доме невозможно. Я не представляю, как я буду жить зимой с этим ребенком. Кашу я не варю, нет света. Я буквально бегаю по дому, может быть, у кого-то другая фаза. Говорю, разрешите мне грудному ребенку сварить кашу. Или же я собираю шмотки и уже в деревне, потому что здесь жить невозможно. Вот такие вот у нас условия. Здесь нас бросили проверить на выживание, выживем мы здесь или нет. Это невозможно просто, ужасно. С детьми здесь ведь дом в основном живет одна молодежь, у всех дети. И вот мы так вот бегаем постоянно друг к другу. И вот термо заливаем вечно горячую воду, чтобы где-то там кашу эту развести детям. Постоянно, потому что у нас не бывает света. Самое страшное то, что электрические щитки не закрываются. А если и закрыты, то вот так, на проволочку. Но и закрыть их нельзя, сразу происходит замыкание. На лестничных клетках и в коридорах дежурное освещение также не работает. И случись беда, то даже нет телефона ни в доме, ни в округе. Не работает лифт, нет общей антенны. Перед домом никогда не высыхающая лужа. А под Новый год тоже обязательный подарок. Все его встречают при свечах. В новогоднюю ночь, как правило, отключают электричество. Жильцы обращались в администрацию, но пока мер никаких не принято. И их просьба, крик утопающего, принять дом в муниципальную собственность. Как сообщили нам в администрации, дома номер 13 и 13А по улице Дружбы находятся на балансе акционерного общества «Стройинком». Муниципальную собственность не приняты. Акционерное общество «Стройинком» предоставило городу график выполнения работ, но методично его срывает. Директору Владимиру Шабанову было вынесено два устных предупреждения. Далее уже следует административная ответственность. Что касается электричества, согласно графику, оно должно быть дано не позже 20 октября. Правда, далее следует три неприятных слова при наличии финансирования. Продолжает программу рубрика 02. Здравствуйте! В этом выпуске я вам расскажу о кражах. Информация для молодых мам. От детской поликлиники, которая находится на бульваре Кузнецова, украли детскую импортную коляску. Необычное исчезновение трех ворот, сохраняемой территорией завода ЖБИ. До сих пор остается загадкой, куда и как пропали эти ворота, но тем не менее завод пострадал на 3 миллиона 373 тысячи рублей. На 15 миллионов рублей обворовали школу, которая находится в поселке санатория Загорские дали. Неизвестные проникли туда через окно первого этажа, под угрозой ножа связали сторожа и похитили компьютер, видео и аудиотехнику, кассеты, 4 пневматические винтовки, учебные гранаты. Двое из города Талдама, обворовав дом в деревне Новый, шли по дороге, груженные краденым, продуктами питания, иконами. Также они с собой прихватили радиоприемник и двухствольное охотничье ружье. Здесь, под звездным небом, на проселочной дороге, их и застали сотрудники милиции. Погоня в городе Ходьково. 14 октября, создавая аварийную обстановку на дороге, ехала первая модель «Жигулей». На требование патрульной машины остановиться водитель никак не реагировал. И только после нескольких предупредительных выстрелов машина все-таки остановилась. В ней были трое, двое мужчин и женщина. Все были пьяные. 26-летний бомж из Горьковской области сидел за рулем, не имея никаких документов. А в машине они везли такие интересные вещи, как штык-нож и металлическую заточку. А это вся информация у меня на сегодня. Спасибо за внимание. До встречи. Как вы относитесь к людям? Любите, ненавидите, равнодушны? Какие наши люди? Что мы думаем о нас самих? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к людям? К людям? Люблю людей. Любите? Да. Вы как относитесь? По-христиански, можно сказать. Какие вы считаете у нас люди сейчас? Ну, всякие. Плохие, хорошие есть. Но я думаю, больше хороших все-таки. Вам больше встречалось хороших? Да, да, да. Время трудное. Просто все, все. Я думаю, что все добрые, но просто трудное время все являются там плохие черта, более видны. В основном сейчас хорошие люди, но есть, конечно, которых действительно, ну как их можно уважать, которые, ну, в основном положительные, конечно. Какие вам больше встречаются люди? Встречаются всегда очень хорошие люди. В жизни только хорошие люди. Я даже сама почему-то удивляюсь, почему это именно так. Вы любите людей? Всех. Всех-всех? А, конечно. Особенно женщин. Какие вы считаете нас люди сейчас? Какие? Ну, кто как. Кто более-менее устроился нормально, а кто не очень, так злые. Но других как бы зубы точат, что ли. Так в основном ничего привыкают. Вы часто встречаетесь с грубостью, с хамством в общественных местах, в магазинах? Часто. Какие же у нас все-таки люди по-вашему? Ну, видите, судить всех плохо нельзя. Наверное, хороших все-таки больше. Да вы не знаете, доброта всегда у людей была и будет. Независимо от времени. Независимо от времени. Если человек злой, он так и будет злой. Если добрый по натуре, он так и будет добрый всю жизнь. В каких бы условиях он ни жил. Как видите, большинство ответов положительные. Люди у нас добрые и отзывчивые. Из всех опрошенных только один ответ был резко отрицательным. Будем надеяться, что это исключение. Да очень они грубые, жестокие люди. Вот так я к людям отношусь. Вы сейчас не любите людей? Нет, совершенно. Одна жестокость, одна ненависть. А раньше как было? Люди уже стали нелюди. Но раньше они были попроще, доброжелательные люди были, внимательные. А сейчас нелюди. Нелегко живется нам сейчас, это понятно. Особенно старикам. Но нечеловеческое отношение друг к другу не может быть оправдано ничем. Давайте больше улыбаться, давайте быть добрыми и отзывчивыми. И жить будет легче. Вот увидите. Трудное быстро забывается, помнится, доброе писал Василь Быков. А мыслитель Боуи сказал, доброта язык, на котором немые могут говорить, и которые глухие могут слышать. Постоянные зрители телекомпании «Тонус» наверняка знают такую программу, как «Тарелка». В ней есть рубрика без комментариев. Мы решили не отставать и сделать свои сюжеты без комментариев. Сегодня первый из них. Субтитры создавал DimaTorzok